Друзья, сегодня 14 ноября, необычный день. Мы снова вам готовы рассказать про мост через Казуху. Вроде бы все хорошо, да? Машины ездят, горожане не все довольны. Но проблема-то осталась. А какая? Мы еще на прежних сюжетах рассказывали вам, что прежний подрядчик, которому расторгнут договор, он здесь положил накладную приту, он здесь устроил подферменники. И часть ограждений, которые раз и попали в проектную сметную документацию нового подрядчика. Были проблемы с... Наша администрация, городское управление строительства утверждала, что накладная плита, ну, считайте, основа моста, что она встреченна, что она небезопасна для движения. И поэтому старый подрядчик, он за нее не получил денег, она была не принята у старого подрядчика, но все равно мост сделали вот на той плите, к которой были претензии. И сейчас будет вам известно, оплата работ не прошла до сих пор. До сих пор не расторгнут контракт, до сих пор, ну, по сути-то, мост не принят, да, получается. И... А деньги федеральные, это нацпроект. И этой всей ситуацией сейчас заинтересовался Народный фронт. Сегодня в скинишме Юрий Шестаков, это руководитель Народного фронта Ивановской области, им предстоит выяснить, а почему так, и вообще к чему это приведет. Столько времени прошло, деньги не заплачены, акты не подписаны, хотя мы мостом пользуемся. Все это похоже на, ну, как Юрий Владимирович говорит, на мутную историю. На наш взгляд, на взгляд Народного фронта, история с этим мостом достаточно мутная. Подрядчик выполнил некоторые работы, за которыми было заплачено. Почему-то после того, как с первым подрядчиком был расторгнут контракт и заключен контракт со вторым подрядчиком, в смету были внесены работы, которые были уже выполнены. До сих пор мост не принят, по нему осуществляется на данный момент так называемое техническое движение. Соответственно, второму подрядчику оплата за работу еще не поступала. С первым продолжаются судебные тяжбы. Чем все это закончится, Народный фронт, конечно же, будет внимательно следить. От лапы до сих пор за работу не прошла для нового подрядчика. Сосарм тоже не расплатились. И, наверное, такая может быть заколыка. А потом, мы это рассказывали в своих сюжетах, эти же работы оказались в смете с нового подрядчика. С нового подрядчика и на эту плиту была положена гидрозавляция, асфальт затем. Вот, возможно, возможно, все упирается как раз в эту плиту и подферминике, и часть ограждений. Сверху вставлены, сверху заплату. А новый подрядчик сделал вот всю полосу. И сейчас, они в августе, на примерах, в 30-20-20, мы первый раз показали, что гидрозавалов, они сделали выше, что ничего не было. Никаких мер не предпринято было. Как воздействовал транспорт на эти провалы? Думалось, что все готово, даже вот с этим. Тоже мутная история. Первый подрядчик не справился с асфальтированием одной из полос. Подъезды провалились. Вот. Исправлять пришлось уже второму подрядчику. Мост также не принят. Работы не приняты. Второй подрядчик не принимает работы первого подрядчика. Соответственно, общий объем работ до сих пор не принят. Исправительные работы, которые второй подрядчик сделал, также не спасли ситуацию. Все равно имеются провалы. И здесь на въезде, и с той стороны разрушен тротуар. Конечно, качество ужасное. Да, мы не могли не заехать на мост через Томну. В апреле, помните, мы рассказывали, как подъезды здесь провалились, и тротуары провалились. Потому что, почему он? Скорее всего, из-за того, что выполненная обратная засыпка в декабре, в морозном декабре, она не выставила, весной ее вымыла. И что получилось? Эти провалы засыпали щебнем с глиной, заасфальтировали, положили заплаты. И сейчас что получается? Ту полосу, которая страдает, ее делал первый подрядчик. А вторую полосу, она нормально стоит сейчас, делал второй подрядчик. И как принимать мост? Наверное, опять из-за этого мост до сих пор остается непринятым, неоплаченным. Потому что, ну, со старого спрашивать, переделывать полосу. Ну, надо хотя бы было реагировать в апреле, когда все это произошло, а не пускать по нему движение. Снова подрядчика спрашивать. А ведь, наверное, скорее всего, придется заново разбирать, заново переделывать. А новый что? Новый, он не делал эту полосу. И опять неразбериха, и опять контракт висит в воздухе. И Народный фронт, опять-таки, этим тоже займется. Юрий Владимирович, ваши действия? Ну, на основании всего услышанного, на основании тех материалов, что в данный момент имеется. Это хорошее основание для обращения в областную прокуратуру, что мы незамедлительно не сделаем. Удачи вам. Спасибо.